Дорого ли жить в Швеции? Цены на продукты и одежду в Швеции по сравнению с Россией. Цены часто кусаются, но сила укуса обратно пропорциональна величине вашей зарплаты. Привет, с вами Александра, шведский город Мальмё. И сегодня мы поговорим о ценах на одежду и на продукты в Швеции. Но поговорим мы не просто как что-то такое абстрактное, а мы поговорим про цены в сравнении со средней зарплатой. И вы сами решите, дорогая ли это страна для жизни или нет. Все мы привыкли к высказываниям, что Швеция это одна из самых дорогих стран, что здесь очень высокие цены на всё-всё-всё. И давайте разберёмся, так ли это, друзья мои, на самом деле. В конце видео я вам расскажу, к чему нужно быть готовым и как можно сэкономить на еде и на напитках, если вы готовы уже переехать в эту страну. Итак, какие же цены на продукты в столице Швеции, в Стокгольме? Они, конечно, в основном выше московских, но есть исключения. Некоторые продукты, цены на некоторые продукты сопоставимы с Москвой. Например, стоимость молока в пересчёте на рубли где-то 80-90 рублей. Сыра 700-900 рублей. Яблоки стоят 100-150 рублей и картофель 50-90 рублей. А вот сигареты и алкоголь, друзья мои, здесь правда дорогие. В пересчёте на рубли пачка сигарет 400 рублей и выше. Самая минимальная цена на пачку сигарет 400 рублей. И пиво 033, алкогольное пиво 300 рублей и выше. Но это голые цифры, мои дорогие. Они мало что показывают без отношения к зарплате. В 2021 году размер средней зарплаты в Швеции был 3600 евро в месяц. А с учётом налогов, минус налоги, 2600 евро. Это где-то 230 тысяч рублей на наши деньги. Я, друзья мои, оговорюсь, мой муж получает на наши на рубли меньше 200 тысяч. И ещё посчитано, что средний швед на продукты тратит или инвестирует, как вам угодно, 12,5% от своей зарплаты. Ну, скажем, 12, да? В России этот показатель 30%. То есть средний россиянин тратит на еду 30% от своей зарплаты. Есть ещё один интересный такой показатель, по которому оценивается благосостояние народа. Это индекс Бигмака. То есть сколько Бигмаков можно купить на среднюю зарплату в Швеции, а сколько можно купить Бигмаков в России. Как вы считаете, друзья? Пожалуйста, запишите эту цифру, которая вам первая придёт в голову. А в конце видео я вам скажу точные данные. Что же с одеждой? В Швеции пользуются популярностью H&M. Вы знаете, что они относительно недорогие. Но следует иметь вам в виду, что цены в этом же самом H&M могут сильно отличаться. Если магазин в центре дороже, на окраине гораздо может быть дешевле. Что интересно, то цена на одежду примерно такая же, как в Москве. Я сравнивала цену на футболку в H&M в Москве и цену на футболку в H&M в Стокгольме. Итак, в Москве эта футболка стоила 1000 рублей. В Стокгольме она стоила 1100 рублей. И знаете, что, друзья мои, средний житель России на одежду тратит где-то 10-30%. Ну, скажем, 10-20% вот так вот на одежду, да? Это средний житель России. А житель Швеции, средний житель Швеции тратит где-то 5% на одежду. А теперь, как я обещала, расскажу вам, как сэкономить на еде и на напитках. Первое. Покупайте, пожалуйста, еду в супермаркетах. Это Виллис, Лидл. И есть супермаркеты, где хозяин иностранец. Также очень хорошо покупать еду на рынках. Например, в Мальмо есть рынок. И на нем продукты отдают, особенно к закрытию. Закрытие в 3 часа дня. Рынок работает с 8 утра до 3 дня. Каждый день, кроме воскресенья, и вот где-то с 2 до 3, и вот с половины третьего они начинают так скидывать цены, что просто, можно сказать, даром люди отдают. Второй способ сэкономить – это те же самые супермаркеты, но мы едем подальше от центра, и там будет дешевле. И третий способ – снизить траты. Если решили победать в кафе, в ресторане, то лучше, друзья мои, выбрать азиатскую, восточную какую-нибудь кухню, турецкую, греческую, потому что национальная еда, она самая дорогая. Кстати, самая дешевая, готовая еда в Икее, и поэтому шведы забегают иногда в Икее перекусить. Дешево – национальная еда, простая, да? Очень похожа, кстати, на русскую еду, кто не знает. Поэтому мне было очень легко здесь приспособиться к еде. Меня часто спрашивали поначалу, ну, как тебе шведская еда, как тебе шведская еда, можешь ли ты есть? И говорят, ну, она вообще-то мало чем отличается от российской еды или, скажем, почти ничем. Только вот одно такое, что мы в России едим больше овощей, мы едим больше капусты, мы едим кабачки. Мой муж, например, не знал, что такое кабачки, пока я ему не показала. И теперь у него одно из самых любимых слов – кабачок. Кабачок, он так говорит. Мне очень смешно. Четвертое, друзья мои, не покупайте воду в бутылках. Можете спокойно пить воду из-под крана. Пятое, вода из-под крана хорошая, чистая. Пейте и наслаждайтесь жизнью. Пятое, друзья, если вы все-таки что-то покупаете в пластике. Колу, фанту, содовую, что-то еще. Что-то покупаете в банках. В таких железных алюминиях. То вы должны знать, что вы эту всю тару можете сдать в любом крупном супермаркете на входе. Или даже в маленьком магазине. У нас в этом мало места для тары на входе. Поэтому тары это сдается чуть-чуть за кассой. Там за кассой есть такой аппендикс. И там люди сдают бутылки. Вот, друзья мои. То есть в каждой бутылке одно-две краны вы вернете в зависимости от бутылки. А теперь вернемся к Биг Макам. В России на среднюю зарплату можно купить 366 Биг Маков. А в Швеции 668. То есть жить и работать в Швеции почти в два раза выгоднее, чем в России. После моего видео у вас может восьмик тут радужное такое впечатление, что жить в Швеции рай. Парадис. Отчасти это так. Потому что швели тратят на еду всего 12%, а на одежду всего 5%. В России показатели на еду мы инвестируем около 30% в зарплаты. И на одежду примерно 15%. Иногда чуть побольше. И житель Швеции может купить в два раза больше Биг Маков, чем житель в России. Но все не так просто. У нас две категории есть. Местные жители и приезжие. В Швеции не так просто найти работу эмигрантов. Также зарплаты эмигрантов знаете ниже. И подробнее, легко ли найти эмигрантам работу, я расскажу в следующих выпусках. Как там устроиться. Какие, может, какие-то документы надо сдать. Друзья мои, расскажите мне, пожалуйста, в комментариях, из какой вы страны, из какого города. Сколько денег вы инвестируете на одежду. И сколько на еду. Мы говорим инвестируем, потому что слово тратить негативное. Такой негативный оттенок. Оттенок, да, тратить значит кидаться чем-то. А я, Александра из Швеции, желаю вам поменьше кусочек цен, здоровья, счастья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok